О, ничего себе, я даже еще успеваю забежать на поезд хайпа. Всем привет, с вами Дайка Лентяйка, и вот спустя два года вышел сиквел киношного Соника. Я говорила, что вряд ли попаду на него в кино из-за, ну там, карантина, лени, или из-за того, что мне будет не с кем пойти, а по итогу не пошла по причине отмены прокатов в России. Хотя я все равно имела возможность посмотреть фильм раньше, благодаря моей подруге из Австралии, что сняла весь фильм и отправила мне. Но желание сесть за просмотр пришло чуть позже, 15 апреля, да. Так что я, как и большая часть обычного людо, посмотрела фильм немного позже, чем планировала, перед этим перекусив отрывками то из конца фильма, то из середины. Ну, я к спойлерам всегда снисходительна, и мне было без разницы. Ну, а вы, это, если спойлеров не хотите, то лучше возвращайтесь сюда уже после просмотра. С выхода первого фильма прошло довольно немало времени. И что же, ждала ли я фильм? Были ли у меня какие-то надежды? Мой ответ на все это прост. Нет. Выйдет и выйдет, посмотрю и посмотрю. Я уже говорила, что фильмы это не совсем моя тема. Что уж. Когда вышел первый трейлер, меня все вполне устраивало. А вот множество дальнейших трейлеров, или реклам, или еще чего, я уже даже не смотрела. Или же смотрела, но частично. Вроде они выходили уже во времена полнейшего хаоса. А в голове у меня творилось, и до сих пор, в принципе, творится вот это. Так что на трейлеры вообще было фиолетово. В любом случае, время ожидания для меня пролетело очень незаметно. И без просмотра трейлеров, я хотя бы чуть менее была осведомлена о содержании фильма. Хотя уже и было ясно, какой будет сетап, и что все кончится хэппи-эндом. Очевидно. По сравнению с первым фильмом, этот больше богат на события и развитие лора этой кинофраншизы. Помимо Соника, на экране появились еще два не менее известных персонажа. Тейлз, которого тизернули еще в конце первого фильма. Но с тех пор он пережил редизайн. И... Если честно, это меня немного удивило. Да, я ожидала, что история про Эхидн может получить какое-то развитие в сиквеле. Но я правда думала, что если Наклз и появится, то тоже в сцене после титров. А вот нет. Наши герои Соники в полном составе уже во втором фильме. Киношный Тейлз от игрового особо ничем не отличается. Та же история, что и в каноне. Тот же маленький гений, собирающий различные гаджеты и пилотирующий самолет. Также равняется на Соника. Такой же милашка. В общем, в отличие от Соника, что протерпел изменения, став больше походить на гиперактивного ребенка с каплей Соника из Эрек Колорсов. Будь она проклята. А, ну и дизайн, конечно же. Тейлз куда больше похож на свой игровой прообраз. Что до Наклза, то с ним плюс-минус так же. Посмотрев на него издалека и не имея никакого контекста, кто-то, может, сразу скажет. Ясно. Опять тупой бумовский Наклз, которого обманул Эггман. Но ведь все это легко объясняется его историей. Он воспитывался кланом воинствующих Ехидн, которые, скорее всего, погибли. Так что еще в раннем детстве он остался один. В предыстории Наклза и Соника по не совсем удачному совпадению оказались очень схожи. Скажи, Наклз, почему Лангхо погибло в то-то? Так, ладно. По итогу из-за происхождения, воспитания и полного отсутствия каких-либо социальных навыков, Наклз кажется глуповатым. Мне он немного принцессу Луну из Луна Эклипс напомнил. Особенно в конце фильма. Фуан. Ха. Что это фуан, что ты говоришь о том? И мне это нравится, ведь Луна няшка, а Наклз шикарен. Но главные черты, за которые мне так нравится Наклз, здесь, к счастью, сохранили. Джим Керри в роли Дока никуда не делся. Так еще и стал куда больше походить на свой игровой прообраз. Минус Пузико. Так же и товарищи-люди здесь. Вроде бы им здесь уделено чуть меньше времени, чем в первой части. Так что надоест не должны. Мне не надоели. Даже хихикнула с некоторых моментов. Но что-что. А с этой женщиной мне было бы страшно находиться в одной комнате. Помимо этого, здесь есть русский с явным американским акцентом. Что будет и заказывать. Да. Кринжанул. Всяческие саняковские отсылки. Мне, кстати, понравилось, как выглядит лабиринзон. И юмор, что остался на уровне первого фильма. Я смогла закрыть на это глаза. Ну, что взять с американской культуры. Я все же куда охотнее соглашусь на это, чем на современные русские комедии. Если их так можно называть. Повествование сильно отличается от первой части. Здесь больше экшена, локаций, персонажей и лора. Довольно неплохо и каждый найдет для себя что-то интересное. Я не могу ничего сказать по поводу дубляжа, ибо в этот раз у меня нет никаких причин смотреть в нем. Первый фильм смотрела в дубляже просто потому, что только его и показывали в кино. А оригинал слышала лишь в трейлерах и отрывках. В этом году кино не будет, а весь фильм в оригинале на английском был у меня в руках с начала апреля. Так и нафига мне нужен этот ваш дубляж? Знаю, что там вроде Сейндук Соника озвучивает и кому-то это не понравилось. Но я слышала немного и мне как бы норм. Про остальных ничего сказать не могу. В целом вышла еще одна добротная развлекава на два часа, которому я все же не хочу быть как-то слишком жестоко. В мире и так слишком много негатива. Нужно уметь расслабляться. Персонажи и отношения между ними приятные. Сюжет неплохой, экшен интересный, но юмор все же вещь субъективная. Третья часть была анонсирована еще до выхода второй. А вместе с ней еще и спин-офф сериал про лучшего персонажа. Paramount всерьез взяли за развитие этой франшизы. Однако чего нам стоит ожидать от третьей части? Да, наверное все уже в курсе. В сцене после титров появился Ежица Шэдоу. Может сюжет будет построен только на втором адвенчуре, а первый будет, скажем, в сериале. Может и от других игр что-то будет. Все же в этой франшизе не идут по протоптанной дорожке, а делают свою, как мы уже поняли. Все же, если есть проект Шэдоу 50-летней давности, то есть смысл ожидать как Джеральда, так и лучшую девочку. А я-то и не против. Кого еще из основного разношерстного каста туда завезут, сказать трудно. Может Эмку, может кого-то из роботов Эггмана, а может Шиш с маслом. Время покажет. В общем, мне сиквел понравился. Даже больше первой части. Буду дальше наблюдать за этой кинофраншизой и надеяться, что в ней все будет куда лучше, чем в пятом поколении MLP. Господи, за что? На этом все. Можете делиться и своим мнением в комментариях. Это также и поддержит мой канал. Thanks for watching. Sayonara.